В фазе антидепрессант. А метрептилин мне назначал? Нет, ну это старье, ну это, как я где-то выразился, это 20 век, вторая половина 20 века, понимаете, это не то. А он вам помогал или нет? Нет. Правильно. Все, значит антидепрессанта не надо. Я бы вам вот что посоветовал. При репициклинг лучше всего ламатриджин. Слышали, да? Это тоже норматимик противосудорожного ряда. И обязательно я бы вам советовал бы добавить один антипсихотик. Один антипсихотик. Либо квитиопин, либо аланзопин. Но вас, вам, вас страшит, нет, не надо пока записывать. Вас не страшит вес тела? Меня страшит, это влияет на мое здоровье. Я уже вешал очень больше нормы. А почему? Почему вы весите еще? От чего? Вы что, продолжаете кушать депрессии? Переедаю, когда у меня тяжелый приступ от этих депрессий. Я просто как алкоголик пьем. Ну да, аланзопин еще усилит. Значит, давайте так. Либо карипрозин, он дорогой. Либо арипипрозол. Это два препарата, карипрозин и арипипрозол, которые не дают прибавку в весе. Значит, а алкоголик пьем, он и по цене подходит, и, в общем-то, скажем так, нейтральный по влиянию на обмен веществ. Не получается ни аппетита этого, потому что, конечно, ни от депрессии поправляется. И, кстати, это тоже типично. Обычно при депрессии человек худеет. А вот в рамках бар там, скажем так, депрессия атипичный характер носит. Там, наоборот, полнеет. А при депрессии худеет 10-15 килограмм. Вот, при тяжелых. Вот. Понимаете? Значит, я думаю вот, что вот давайте так. Пойдите к тому врачу. Вот тот врач, который вам поставил, вот у того и лечитесь. Второй тоже подчеркнул, этого подтвердил, да, бар? Или как? Ну, это было, ну, такое себе дело. Дело, а я когда ходила к заведующему отделением психоневрологического диспансера, он сразу поставил мне бар и сказал, я рекомендую вам принимать исключительно седолит. Пожалуйста. Ну, не исключительно. Это он тоже не прав. Самое главное, что диагноз. Ну, самое главное, чтобы вам с первого консультации правильно поставили диагноз. Я ее подтвердил. Видите, это же независимое подтверждение. Да, конечно. Вот вы видите, значит, это уже, это уже намного правильно, чем, чем если бы он одно поставил, потому что обычно это грамотный мужичок или это дама, да? Мужчина. Мужчина. Вот, вот с ними надо. Если у вас есть возможность с ним, вот уже он грамотный. Ну, а что касается терапии, вы понимаете, я вам скажу так, седолит хороший препарат, но он побочные эффекты имеет, довольно большие. Это все-таки устаревший. Мы все-таки используем в настоящее время тенденцию больше использовать антипсихотик. И вот особенно при репицикле, при частой смене, это ломатриджин. Это из того же класса, что карбамазепин, вольпраат и там, скажем, ламектал или этот вот левитероцетам, то есть ламектал, трилептал и левитероцетам. Вот ломатриджин и арипипрозол я бы вам советовал. А можно я запишу, иначе я... Да, пожалуйста, пожалуйста. Вы сейчас, значит, в депрессии находитесь. Если вы все записываете сейчас, вы в депрессии. А как мне запомнить? Нет, подождите. Вы сейчас в депрессии или нет? Ну, вот сегодня, вчера мне стало полегче. Ну, полегче. Ну, так стало, видите, как часто меняется. Два дня плохо, а теперь легче. Ну, все равно вы в депрессии. Полегче. Понимаете? У вас вот как стало. Смотрите. Вчера было так, а сегодня вот так. Но все равно депрессия. Есть еще и биполярная депрессия у человека. То вот такая депрессия, то такая, то такая, то такая. Это биполярная депрессия. А это бар. Если ниже вот этого среднее и выше, так или так, или так, или так. Это не суть дела. Значит, запишите. Ари пипрозоу. Сейчас я не могу найти ручку вообще. Ну, надо. Ручка нужна, потому что я... Хорошо, я вам сейчас запишу тут сам варианты. Секундочку. Спасибо большое. Так будет лучше. Так, значит, диагноз. Диагноз. Двоеточие. Нашла ручку. Ладно, я напишу. Бар. Два. В. Форма. Форма. Сейчас, секундочку. Видео. Значит, форма. Переключил на латиницу. Так, форма. Рэпид. Опять лапиница нужна. Рэпид. Циклин. Вот и в обрачу скажете. Только говорите, что вы сами где-то там поискали. Так, рэпид циклин. Через С. С. Так, вот это первый диагноз. Циклин. Да. Вот первый диагноз. Второй. Естественно, какие-то, скажем так, акцентуации. Акцентуация личности. Акцентуация личности. Опять я написал на латинице. Ак. Без уточнения. Я не уточню. А это пусть психолог вам уточнит. Акцентуация. Вообще, она же должна понимать, что она лечит. Акцентуация личности. В скобочках. Особенности. Воспитание. В период формирования личности и характера. Это не диагноз. Это просто вот так оно. Да, снимаю. Вот видите, что-то я напечатал, печатал, исчезло куда-то. Так. И второй диагноз. Значит, акцентуация. Ак. С. Ту. О. Опять латиниц. Она. Я липали. Так. Ак. С. 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 Личности. Скобочка. Особенности. Воспитание. В период. Формирование характера. И личности. Все. Значит, бар Лечение Давайте я за вами запишу лекарство Быстро, ручно Так я уже вам записал Вы же увидите А чтобы время ваше не тратить Да почему время, какое время Мне же важно, чтобы Там по схеме надо Значит, подобрать Ну, хотя бы до 100-200 миллиграмм Надо дойти Плавно, очень плавно Причем, что, давайте я вам запишу Сейчас, ломатриджин И Арипипрозол На ночь На ночь Арипипрозол Ломатриджин и ариприпрозол Арипипрозол На ночь Сейчас я вам схему даже дам Как подобрать дозу Сейчас, секундочку Сейчас я найду свою схему Так Доктор, расскажите, пожалуйста Какой-то эффект от этих препаратов Он ощутим через три месяца Через неделю Примерно Вы знаете, я вам скажу честно Не знаю Очень долго требуется Но, конечно, правильный диагноз Это правильное лечение Потому что, если лечить бар психотерапии То вы будете до конца жизни лечить И все, как было, так и останется Вот чем вся проблема Значит, это то, что есть Вот то, что мы имеем Вот я вам пишу Так, Ломатриджин Расписываю Сейчас я ее Вот, скопировал Копируем Так, бросаю вам Где вы там Вот 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 я вам бросил Вот, видите, там целая куча Да Там вот самое главное Важно знать в конце При появлении у вас на фоне терапии Ломатриджином Кожных высыпаний Или кожного зуда Немедленно прекращайте лечение Этим норматемиком Так, теперь схема подбора Схема подбора Схема Подбора Вами Лечебной Для вас дозы Арипипрозола Так Пять миллиграмм Две недели Десять миллиграмм Две недели Пятнадцать миллиграмм Две недели И затем Вы решаете Запятая Какая Из Трех Протестированных Вами Доз Арипипрозола Вам По вашим Ощущениям Подходит Лучше Всего И принимать Значит Вы подберете Дозу Ломатриджина Та Которую Вы почувствуете У меня У меня тут заедает Видите Оно слилось Да Разберетесь Вот Значит Доза Ломатриджина Которая Будет Значит Вам Наибольшее Понимаете От ломатриджина Вы можете Быть Кстати Ломатриджин Вам надо Начать Тогда Вот Когда Вы Находитесь В состоянии Ну Вот Этой Нормы Якобы Нормы Почему Потому что Ломатриджин Профилактирует Возникновение Депрессивной Фазы Вот Надо Уже Заканчивать Сейчас Скоро Отключиться Так Чтоб Мы Успели Вот И Все И Потом Принимать Его Арипипрозол Как раз Хорош И при Депрессии Биполярной И при Биполярном Вот Этом Приподнятом Каком-то Настрении То есть Он Стабилизирует И Ломатриджин И Скажем так И Ариприпрозол Не делает Не так И не так А делает Ну Может быть Вот Вот так И так А уже И так И так Жить Можно Понимаете Вот Вам и Все Почему Потому что Достигнуть Полного Такой Стабилизации Может быть И трудно Вот Будет Вот По крайней мере Поэтому Вам Этих И этих Не было Особенно Это Вот С этим Пусть так Вы и довольны Понимаете Вы хорошо Хотя Вы сами Должны Понимать В этом Состоянии Вы сжигаете Сжигаете Понимаете Сжигаете В этом Вы просто Страдаете Ужасно Поэтому Если будет И вот такая Депрессушка И вот такая Вот Скажем так Там Гипомания Ну Это Это почти Что нормальное Состояние Приподнят А это тоже Ну мало ли Что там Сейчас В Украине Да У людей У них У всех Вот такая Депрессушка Понимаете Ну это же не небольшая Ну что Обстоятельства Такие Вот вам и все Что касается Сейчас Секундочку Я сейчас кончу Что касается Психотерапии Это на ваше усмотрение Если вы Уже С психотерапевтом Решили Все вопросы Ну Два с половиной года Уже Достаточно Решить Это вопросы Что касается Детства Вот этих Искривлений Акцентуаций То можете прекратить Не хотите Продолжайте Вот Вот и все У вас Две этих Вот Понимаете Было бы Может быть Для вас лучше Чтобы это воспитание Вызвало у вас Не бар А бардерля Вот Ну с моей точки зрения Было бы наверное Все таки лучше Ну видите Получилось так Вот Что Значит Воспитание Дало одно Вот Перед Вот Деформировало Ваш характер Ну естественно Ну как оно могло Ну Вы И с этим Психотерапевтом Разобрались И в центре Поняли это Вот А это А это А это Генетическое Это генетика Понимаете Это Это Не связано Ни с посторонними Влияниями И так далее И так далее То есть Ваша Вот эта Акцентуация Она абсолютно Не влияет На это Оно идет Это два Как бы два Значит Даже не заболевания Бар это Заболевания А это Ну особенности Характера Особенности Поведения Вот и все Ну а конечно Вот Вот это Надо лечить Вот там где Кучу я вам дал Вот бар Бар это 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 заболевание Вы понимаете Чем оно опасно Если его не лечить В депрессивной фазе В прекрасный момент Находясь в фазе Кажем так Этого вот Меланхолического Раптуса У вас бывает Меланхолический Раптус Когда все Отчаяние Все Ничего И хочется Покончить Жизнь И вот в этот Период Человек может Совершить Суицид Это Депрессивное В маниакальной Фазе Там Если оно будет Высокая Мания Большая Психолог Там вы можете Наделать глупости Каких глупостей Если Оно же может войти Если не лечить Скажи Вначале была Гипомания Вы там Как-то справлялись И все хорошо Было И замечательно А в гипоманиакальной Начнете Еще больше Планы Пойдете Возьмете кредит Потратите деньги Естественно Все предприятие Накроется Этим Медным тазом А деньги Надо возвращать Или в состоянии Гипомании Знаете Там все Там и распущено Сексуальное Идет Понимаете То есть Значит Скажем так Поставите Но этот человек Он же находится В маниакальном Психозе Он в общем-то Не отвечает А как Значит Отреагирует Муж Он же может И не пах Ты мне там То, сё Опять Или например Если вы Материальный Ущерб Нанесете Или если вы Скажем так Находясь в маниакальном Состоянии Поругаетесь А там часто Идет Скажем Такая Агрессивность Конфликтность С руководителем Вас уволят Он же не будет Смотреть Мания у вас Или не мания А ты против меня И все То есть Понимаете Вот гипомании Там вот такие Там моральные Финансовые Сложности Значит Проблемы в отношениях А в депрессивной Там более серьезно Там может Если не лечить И возникнет Это суицидальный импульс Может кончиться плохо Вот так Ну все Я вам все объяснил Теперь я слушаю вас Вопросы Да Подскажите пожалуйста Вы мне указали дозировки Вот например Если я приобретаю Покупаю Ой пью эти Парс То через какое время Мне бы с вами Связаться Проконсультироваться Давайте так Мы с вами опять Свяжемся вот в этом формате Ну не раньше Не раньше Только теперь Вы уже все поняли Я надеюсь Вы знаете Что меня будет Интересовать Меня все таки будет Вот как течет Вот этот бар Потому что С детства Я все знаю Как будто бы Вы кое-какие вопросы Уже решили Простили Отпустили И так далее Все Все что вы сделали Больше вы ничего не сделаете А это эмоциональная слабость Это депрессия Когда вы в депрессии У вас и появляется Истощение эмоциональное Это Это психотерапия не лечится Вот выйдете из депрессии Оно уйдет Да Я должна почувствовать в себе Какие-то изменения И после этого с вами связаться Или просто через какое-то время Нет Нет Вы понимаете Если Значит Наша задача Чтобы вы вот хотя бы чего достигли Вот я хочу чтобы вы видели Она ни хрена не видит Чтобы вот это была мания И вот такая депрессия Вот если вы это добьетесь И у вас будет Вот даже и останется Эти вот Ну вот в таком Вот диапазоне Оно будет скакать Все Значит На этом медикаментов С этим уже можно жить А если оно будет опять вот так Вот Вот это самое страшное Вы же поймите Это значит надо Значит У меня еще есть там один дежурный Там Флоксетин с аланзапином Ну это посмотрим Давайте вот это вначале Отработаем Это тяжелое заболевание Лечиться тоже не так просто Вы же видите Сколько врачей Один вас на карбамазепин Другой вас на Сидолит Пугает меня как человека Кого слушать Где Вы понимаете И тот прав И тот прав И я прав Но не тот не может гарантировать Что сидолит Один сидолит Вас стабилизирует Не тот на карбамазепине Этого Значит тоже Да и я не могу вам дать гарантию Это вы мне расскажете Вы там слушайте Вот слушайте Там полно у меня на этом Этих вот И биполярные расстройства Прослушайте Там иногда приходится Очень долго работать Очень долго подбирать Вот у меня была Из вашей Этого Вот Области Даже не области А там где вы живете Одна женщина Вот ей Один ламатриджин Все Она исчезла У меня Исчезла А была в тяжелой депрессии Ей назначил Аланзапин Ей не понравился Аланзапин Почему она начала Полнять Потом ей назначил Ламатриджин Все Она уже где-то полгода А я ее 2 или 3 раза Концептировал Вот ламатриджин Ей помог Все Стабилизировал А есть люди Которые Не ламатриджин Не это То есть посмотрим Посмотрим Простите пожалуйста А вот этот второй препарат Ой не выговорю А На букву А На ночь Нет Арипипарзол Да Да Мне нужно обращать На что-то внимание Да Да А вот я забыл Значит это препарат хороший Но у него есть одно но У некоторых больных Он дает акатизию Человек не может усидеть Устоять Улежать Ноги дергаются И так далее Вот если это будет Значит Это будет плохо Почему Потому что во всем остальном Вес он не дает Аппетит он не дает На сексуальные функции Он не влияет Он такой нейтральный Но вот иногда Очень довольно часто Некоторые больные Жалуются на эту Акатизию Поняла А в ламатрижи Не надо на что-то Обратить внимание А я вот там вам В конце Важно знать При появлении У вас Кожных высыпаний Или кожного зуда Немедленно прекращайте Лечение Этим нормотемиком В общем